Великий праздник Но самое обидное, что и христиане толком не знают, что празднуют Потому что празднуют вроде как, да, Рождество, Иисус родился, все А до конца смысл, понимают, зачем Он родился Вы знаете, мне сегодня хочется поговорить об этом Вот такие чудные слова Я, наверное, просто блаженствую, когда читаю Павла Он полон вот таких тайн сокровенных, сокровища, можно сказать Которые очень хочется нам познать Потому он говорит, что он желает, чтобы мы имели что? Духа откровения И Духа премудрости И я молюсь, и с утра сегодня тоже прошу, Господь, дай Духа премудрости и откровения Чтобы познавать Тебя Ефесянам 1, 9, 12 говорятся такие интересные слова Что через Иисуса Христа, открыв нам тайну Своей воли, по своему благоволению Которую он прежде положил в нем В устроении полноты времен Дабы все небесное и земное соединить под одну главу Христом В нем мы сделались наследниками Быв предназначены к тому По определению, совершающего все По изволению воли своей Какое сложное, да? Дабы послужить к похвале славы Его Нам, которые ранее уповали на Христа Иногда, когда читаешь предложение Павла Думаешь, тут так запутано Но так замудренно Но вы знаете, что даже каждые два слова Если разбирать Нам несколько месяцев не хватит Настолько там глубина вложена во всем И вот сегодня весь мир празднует Рождество Иисуса Христа Как по-вашему, что по обычаю Как они празднуют? Вспоминают младенца рожденного, правда? Говорят, как он родился Какой он чудный младенец Был дивный, удивительный Но если бы нам довелось сегодня Оказаться на дне рождения Какого-то премьер-министра Я уверена Что там никто бы не рассказывал Как он родился Какой был младенец замечательный Как вы думаете Было бы такое на день рождения? У премьер-министра Показывали бы фотографии младенца Какой хорошенький премьер-министр был У мамы на ручках Говорили бы о чем? О его достижениях О том, что он совершил Какая миссия на него была положена Правда? Что он сделал для страны особенного Для своего народа Как он исполнил То, зачем его поставили на эту должность И вот сегодня мне хочется говорить О моем премьер-министре О моем царе-царей Не о младенце А хочется говорить О его заслугах О том, как он исполнил Свою миссию На которую он был послан В чем заключалась Его миссия О его победах Хочу говорить О его наградах Что он совершил Для своего народа Давайте об этом будем говорить Правда? Что он совершил Для своего народа Давайте поговорим о том Сегодня его день рождения Мне хочется чествовать Нашего царя И для меня он не младенец А состоявшийся Царь царей Бог богов Который сидит Одесной отца Мы с вами настолько много Говорили о младенце Мы знаем с вами Прекрасно и досконально Правда же? Даже если деточек Спросим Расскажут Как он родился И где родился А кто из вас Досконально знает Миссию его И что он совершил Для вас Знаем ли мы Настолько детально Зачем он приходил В этот мир Зачем? С чем он был послан? Я думаю Что мы даже До конца Не осознаем Его миссия Заключалась Гораздо глубже Не только для того Чтобы простить И помиловать И примирить с отцом Гораздо глубже И действительно Поэтому и говорится Тайна Сокровенная Скрытая От многого И к сожалению От народа Божьего Тоже Эту тайну Бог предназначил И вы знаете Как интересно Вы если внимательно Читали Первые строчки То там написано Предназначен Не для спасения Нашего А для чего? Кто скажет? Для славы нашей Есть разница? Я думаю Большая Правда? Мне это хочется И разобрать Вот Павел Сказал Такие интересные Слова Первое Коринфлино 2.6.10 Он говорит Мудрость же Мы проповедуем Между совершенными Но не мудрость Века сего И не властей Века сего Проходящих Но проповедуем Премудрость Божью И дальше Тайну Сокровенную Которую Предназначил Бог Прежде Веков К славе Нашей Я хочу Чтобы Вы это Услышали Вначале Еще ничего Не было Еще в начале Веков Он предназначил К славе И сокрыл Эту тайну Во Христе И говорится Что этой тайны Никто Из властей Века сего Не познал Ибо Если бы Познали То не Распяли Господа Славы Но как написано Не видел Того Глаз Не слышало Ухо И не приходило То на сердце Что человеку Приготовил Бог Любящим Его А нам Бог Открыл Это Духом Святым Ибо Дух Все Проницает И глубины Божьи Итак Что мы Хотим Заметить С вами Что Бог Приготовил В Иисусе Христе Тайну Не к спасению Нашему А к славе Нашей Я думаю Что это Гораздо Больше Чем просто Спасение И вообще Спасение Это не тайна Это весьма Открыто И все знают Правда Что Иисус Христос Наш Спаситель Я хочу Чтобы мы Не останавливались На этом Опознавали Вот эту Тайну Которая Была Заложена В Иисусе Христе Чтобы мы Не только Спасение С вами Познали Но познали Еще Тайну Усыновления Вы скажете Какая тайна В усыновлении Великая Вот именно В этом И есть Великая Тайна И поэтому Я хочу Это разобрать Что же Такое Сыновление С чем Оно Сопряжено Если мы Это не поймем Мы так И останемся В неведении Кто познал Малое Довольствуется Малым Вы знаете Можно быть Наследниками Большого Богатства И при этом Не знать Об этом И умереть В нищете Не напоминает Вам народ Божий Имеющий Несметное Богатство На небесах Умирать В нищете Господи Подай Христа Ради Подайте Но мы Не только На небесах Мы уже Здесь Обладаем Тем Что Христос Для нас Приготовил И Бог Через Него Мы Не только На небесах Наследники Мы уже Сейчас Наследники Понимаете Когда человек Получает Своё Наследство Когда Даятель Наследства Умер Правильно Завещатель Умирает Ты получаешь Наследство И начинаешь Этим Пользоваться Так вот Иисус И это Сделал Чтобы Мы Были Уже Наследниками Сейчас Это Написано К Евреям 9 15 17 Я Верю Что Это Писал Послание Павел Итак Что Он Написал И Потому Он Есть Ходатай Нового Завета Дабы Вследствие Смерти Его Бывшие Для Искупления От Преступлений Сделанных В Первом Завете Призванные К Вечному Наследию Получили Обитованные Не Получат Получили Обитованные Ибо Где Завещание Там Необходимо Чтобы Последовала Смерть Завещателя Потому Что Завещание Действительно После Умерших Оно Не Имеет Силы Когда Завещатель Жив Что Хотел Сказать Павел Что Все Сделано Мы Уже Имеем Завещание То Что Завещал Нам Бог Через Иисуса Христа И Он Говорит Нам Открыто Это Духом Божьим Как Хорошо Когда Открыто То Павел Бог Не Хочет Скрыть От Нас Бог Не Хочет Чтобы Мы Были В Неведении Понимаете Это Даже Обидно Ну Хорошо Тогда Что За Наследство Что Предназначил Бог Нам Для Славы В чем Была Миссия Иисуса Христа В чем Она Заключалась Точно Не Только В Прощении Грехов И Примирении Не Только Но Он Был Послан Сделать Нас Наследниками Вы Понимаете Это Хорошо Посмотрим Чем Искушал Иисуса Христа Дьявол Вы Знаете Что Искушение Просто Так Не Приходит Бессмысленное У Искушения Всегда Есть Смысл И Когда Дьявол Искушал Иисуса В пустыне Тоже Со Смыслом Что Он Говорил Иисусу Павший Поклонись Мне Я Дам Тебе Все Царство Мира Зачем Значит У Него Были Все Царства Мира Во Власти И Он Знал Что Иисусу Надо Завладеть Этим Он Предложил Ему Легкий Вариант Но Иисус Сокрушил Царство Дьявола К Чему Я Вам Веду Это Кто Сейчас Владеет Всеми Царствами Мира Иисус Вроде Как Иисус И сто Процентов Иисус А мы Кто А мы Вроде Как Сонаследники Чего Всех Царств Мира Вы Вообще Слышите Что Нибудь Здесь Не Фантазия Это Евангелие Сидят Сонаследники Всего Царства Мира Но По Вам Не Видно Что Мы Сонаследники Вы Бо Сейчас Ликовали Если Бо Осознали Это До Конца Бог Сделал Нас Сонаследниками Иисусу Христу Представляете Я Вам Сейчас Зачитаю Обетование Иисуса Это Наше Наследство Давайте Посмотрим Вот К евреям Записано Сначала К ефесянам Наверное 3.36 Прочитаем Потому Что Мне Через Откровение Возвещено Тайна О чем Я И Выше Писал Кратко То Вы Читая Можете Усмотреть Мое Разумение Тайны Христов Павел Говорит Мое Разумение Как я Понимаю Тайну Христа Которая Не Была Возвещена Прежним Поколением Сынов Человеческих Как Ныне Открыто Святым Апостолом Его И Пророком Духом Святым Чтобы Язычникам Быть Сонаследниками Составляющими Одно Тело И Сопричастниками Обетования Его Во Христе Иисусе Посредством Благовествования Хочу, чтобы мы с вами Посмотрели Сопричастниками Обетования Его Иисуса Христа То есть Что получается Что у Иисуса Христа Было Обетование Когда Он Шел Сюда На эту Землю Он От Отца Получил Обетование Одно Из Обетований Это Все Царства Мира Которые Если Мы Во Христе Принадлежат Теперь И нам Что это значит Для нас Это значит Что в какую страну Мы бы не пришли Мы приходим Как цари и священники В любую страну Потому что Это Мир Принадлежит Христу уже Мы Обладатели Той страны В которую мы приходим Это значит Что Все силы Все власти Которые Владеют Этой данной Страной Вот возьмем Англию Которые управляют Этой страной Они покорены Иисусу Значит Покорены Нам Я надеюсь Вы понимаете Что речь идет О духовных Властях О духовных Мироправителя Я думаю Вы понимаете Насколько Мироправители Знают А мы Нет Имея Эту власть Мы Мы сидим Как власть Не имеющая Вот что обидно Понимаете Но вы Пришли в любую Страну Мы приходим Как хозяева Если мы Понимаем Какую Власть Мы имеем Во Христе Иисусе Не Смело Простите А приходим Как цари Священники Если мы Во Христе Иисусе Потому что Все покорено Ему Мы стали Сопричастниками Обетования Иисуса Христа Мы стали Сонаследниками А наследство Какое У Иисуса Давайте Поинтересуемся Чтобы Знать Что мы Имеем Какое Наследство Мы имеем Я вам Прочитаю Сейчас То Что Бог Ему Обетовал Я знаю Что Он Уже Это Восхитил А мы Где Во Христе Слушайте Это Наше Обетование Сонаследники Бог Говорит Посему Я Дам Ему Часть Между Великими И Сильными Будет Делить Добычу За то Что Предал Душу Свою На Смерть Их Злодеем Пречтен Был Тогда Как Он Понес На Себе Грех Многих Из-за Преступников Сделался Ходатаем То есть Обетование У Него Было Какое Бог Ему Сказал Я Дам Ему Часть Между Великими И Сильными Будет Делить Добычу Уже Имеет Он Это Имеет А мы Где А мы Во Христе Вроде Как Посмотрим Следующее Обетование Иисуса Захария Пишет 3.6.8 И Засвидетельствовал Ангел Господень И сказал Иисусу Так Говорит Господь Саваоф Если ты будешь Ходить По моим Путям И если Будешь На Страже Моей То Будешь Судить Мой Дом Мой И Наблюдать За Дворами Моими Я Дам Тебе Ходить Между Сильными Стоящими Здесь Это На Небе Говорилось Выслужи Иисус Иерей Великий Ты И Собратья Твои Сидящие Пред Тобою Мужи Знаменательные Вот Я Привожу Раба Моего Отрасель Чьё Это Обетование Иисуса Христа Он Это Обрел А мы Где В Иисусе Обетование Иисуса Заключалось В том Что Он Восядет На престоле По правую Руку Отца На престоле Славы Бог Бог Положит Под ноги Его Всех Врагов Его Даст Всякую Власть И на небе И на земле И Он Это Сделал Бог Сказал Дам Тебе Имя Выше Всякого Имени И на земле И на небе Выше Всякого Нет Выше Имени Сказал Что Даст Ему Владение Всеми Царствами Он Будет Судить Все Народы Не Помните Павел Говорит Вам Должно Судить Почему Это Наследие Иисуса Кто Выше Иисуса Только Один Бог Отец А где Мы Где Мы Сидим Сейчас По Правой Руку Отца Вообще Понимаете Тайну Которую Говорил Павел Понимаете Хоть Немного Вот Такое Наследство Мы Разделяем С Иисусом Христом Вот Чего Мы Становимся С Наследниками Но Не Осознаем До Конца Когда Мы Находимся Во Христе Мы Сидим Одесной Отца И Когда Отец Под Ноги Иисуса Кладет Всех Врагов Где Они Под Чьими Ногами Под Нашими Ногами Вы Понимаете Вообще Вашу Позицию Что Бог Сделал Для Нас Что Вы Празднуете Сегодня Вы Понимаете Что Такое Для Нас Рождество Сонаследники Христа Трудно Нам Это Все Представить Бог Повергающий Врагов Под Ноги Иисуса Повергает Под Ноги Тех Которые В Иисусе Сидят На Престоле По Правой Руку Отца Вот Так Мы В Иисусе Христе Оказываемся Победителями Все Что От Нас Требуется Это Быть В Иисусе Христе В Нем Находиться Пребывать Все Время В Духе В Нем Все Обетования Иисуса А их Знаете Как много И даже Все Не Перечислено Мы С Вами Наследники Мы С Наследники Мы Наследуем Вместе С Ним Потому Потому Что Мы В Нем И Славнейшее Имя Иисуса Мы В Нем Наследуем Потому Что Он Хочет Разделить Свою Славу Он Сказал Свою Добычу Я Разделю Сильными А Кто Такие Сильные Те У Которых Хватает Сил Оставаться В Иисусе Христе При Всех Обстоятельствах Я Вам Скажу Сильные Это Те Которые Остаются В Слове Божьем При Всех Обстоятельствах Бог говорит Вы Немного Имели Силы Да Ну Не Отреклись Но Хранили Себя В Иисусе Христе Все Вы Сильные Вот Смотрите Как Интересно Сказал Иисус В Откровении Иоанна 3 12 13 Побеждающего Сделаю Столпом В Храме Бога Моего Поймите Мы Побеждающие В Иисусе Христе Потому Что Он Все Уже Имеет Вся Власть Силу А мы В Нем Должны Быть Вот И Все Вся Победа Она Вот Тут Если Мы Поняли Мы Победители Если Мы Не Поняли Мы Побежденные От Того Как Вы Мы Зависит Как Вы Живете Вы Владеете Или Вы Просите Помилуй Это От Вашего Знания Враг Хочет Скрыть От Нас Туманом Напугать Обманывать Оставайтесь В Истине В Иисусе Христе У Вас Будут Открытые Глаза Сегодня Господь Еще Больше Нам Открывает Итак Возвращаясь К Откровению Побеждающего Сделаю Столпом В Храме Бога Моего И Он Уже Не Выйдет Вон И Напишу На Нем Имя Бога Моего Я думаю Вы Все Понимаете Что Это Значит Для Вас Да Я Думаю Ничего Не Понимаете Если Честно Ничего Не Понимаете Я Тоже Я В Том Числе До Конца Не Понимаю Мы Понимаем Напишет Имя Кто Не Понимает По Русски Но Что Это Означает Для Нас Какая Это Награда Итак Он Говорит На Нем Напишу Имя Бога Моего Имя Награда Бога Моего Нового Иерусалима Нисходящего С неба От Бога Моего И Имя Мое Новое И Имеющий Ухо Дослышит Что Дух Говорит Церквям Скажу Немножко Что Было Чуточку Понятнее Напишет Имя Это Означает Присвоит Звание Этого Имени Присвоит Звание Имени Бога Города Бога Имя Нового Иисуса Звание Присвоит И Все Это Обетование И Все Эти Обетования Означают Одно Звание И Почести И Они Настолько Великие Что Не Поддаются Никакому Человеческому Пониманию Честно Вам Скажу Как Как бы Мы Не Силились Нам Очень Тяжело Понять Что Это Звание Когда На Мне Допустим Будет Написано Имя Бога А Мы Что Хотим Спастись Б Несчастные Доползти Б Бог Приготовил Вам Славу Еще Когда Только Совершал Этот Мир Он Уже Заложил Славу Для Каждого Из Нас А Вы Спастись Б Стремитесь К Великому Осознайте Свою Значимость Во Христе Иисусе Он Говорит Поступайте Павел Поступайте Так Живите Так Соответственно Званию Кто Из вас Знает Какое У вас Звание Я Вот Вам Говорю Звание У вас Сыны Божьи Это Большое Звание Куда Уж Больше Только Ниже Бога Самого Наследники С Иисусом Младшие Братья И Сестры Итак Стать Носителем Имя Бога Носителем Имени Града Бога Нового Иерусалима Носителем Новой Имени Иисуса Христа Который Иисус Получил Как Награду Это Действительно Великая Тайна Действительно Но Это Все Предназначил Для Нас Как Написано Некто Напротив Некто Негде Засвидетельствовал Говоря Что Значит Человек Что Ты Помнишь Его Или Сын Человеческий Что Ты Посещаешь Его Немного Ты Унизил Его Предангелами Славой Честью Увенчал Его Это Как бы Говорится И об Иисусе И просто О нас И Поставил Его Над делами Рук Твоими Все Покорил Под ноги Его Когда Покорил Ему Все То Не Оставил Ничего Непокоренным Ему Бога Уже Все Покорено Под ноги Человека А почему Человека Человека Который В Иисусе Христе Ныне Пока Мы Еще Не Видим Чтобы Все Было Ему Покорено Но Пока Еще Не Видим Но Видим Что За Претерпение Смерти Увенчан Славой Честью Иисус Который Немного Был Унижен Перед Ангелами Дабы Ему По Благодати Божьей Вкусить Смерть За Всех Ибо Надлежало Чтобы Тот Для Которого Все И От Которого Все Смотрите Приводящего Многих Сынов Куда В Спасение Нет В Славу Конечно Он Вождь Спасения Но Он Приводит В Славу Совершил Через Страдание Ибо Освещающий И Освещаемый Все От Единого Поэтому Он Не Стыдится Называть Их Братьями Говоря Возвещу Имя Твое Братьям Моим Посреди Церкви Воспою Тебя Так Пророчествовал Давид И Он Писал Кто Человек Что Ты Помнишь Его Да Мы Интересное Творение Прежде Сотворение Бог Уже В Иисусе Вложил Славу Свою В нас Желание Славы Иисус Разделяет С нами Все Свои Награды Все Свои Обетования Мы Сонаследники Понимаете И Уже Сейчас Мы Сонаследники Потому что Наследство Уже Получили Это Тайна Сокровенная Мы Ее Проповедовали Апостолы Для Того Чтобы И мы Познали Ее Для Того Чтобы Для Нас Она Перестала Быть Тайной Если Она Тайна Для Этого Мира Но Не Для Нас Она Должна Быть Тайной Мы Должны Жить В Славе Сейчас Уже Понимаете Потому что Мы Наследники Это Предназначил Нам Бог Во Христе Иисусе И Он Сделал Все Иисус Сделал Все Он Доставил Нам Эту Славу Все Что От Нас Зависит Это Понять И Принять Когда Мы Возрождаемся От Духа Божьего И Становимся Детьми Божьими Мы Становимся Сын Человеческий Сын Божий Как Иисус Был Сын Человеческий Сын Божий В Нас Соединение Произошло Небесного Земного Понимаете Как в Иисусе Мы Становимся Уникальными Созданиями И Это Все Сделал Господь Бог Послал Его С Этой Миссией Как Написано Открыв Нам Тайну Своей Воли По Своему Благоволению Которую Он Прежде Положил В Нем Все Это Совершилось И Тайна Уже Открылась Не Надо Сидеть Закрытыми Глазами Нам Это Уже Открылось Оно Открыто Всему Поднебесью Все Поднебесь Знает А Человек Продолжает Жить Неведение Поднебесь Знает Дети Божьи Ходят И Не Знают О том Что Они Дети Божьи Властители ходят И Не Знают О том Что Они Властвуют Неведение К сожалению Народа Божьего Есть Неведение Поэтому Все Время Чествует Только Младенца Младенца А он То Уже Давным Давно Царь И Сус Совершил Абсолютную Волю Отца Для Нас Теперь Он Смотрит С довольством На Подвиг Своей Души И Отец Почтил Его Всеми Почестями Вы Знаете Мне Очень Нравится Когда Написано Как Иисус Когда Вознесся На Небеса Такие Почести Ему Были Оказаны Бог Взял Его И Всему Миру Небесному Представил Я хочу Прочитать Вам Евреям 1 3 6 Сей Будучи Сияние Славы И Образ Ипостаси Его И Держа Все Словом Силы Своей Совершив Собою Очищения Грехов Наших Воссел Одеснуя Престола Величия На Высоте Будучи Столько Превосходнее Ангелов Сколько Славнейшее Перед Ними Наследовал Имя Вы Заметили Славнейшее Наследовал Имя И Нам Хотят Дать Славнейшее Имя Написать На Нас И Дальше Говорится Ибо Кому Когда Из Ангелов Сказал Бог Ты Сын Мой Я Ныне Родил Тебя И Еще Я Буду Ему Отцом И Он Будет Мне Сыном И Следующая Строчка Следующая Самая Моя Любимая Я Представляю Когда Иисус Заходит В Царство Его Встречает Отец И Так же Говорит Написано Так же Когда Водит Первородного Во Вселенную Водит Вы Понимаете С какими Почесями Он Его Заводит И Говорит Да Поклонятся Ему Все Ангелы Божьи О Боже Как это Прекрасно Когда Он Входит И Отец Его Заводит Где Мы Написано Мы В Иисусе Христе На Небесах Посажены Но Пока Он Сел На Престоль Он Он Сначала Вошел Так Я Буду Говорить Примитивно И Когда Отец Его Водил Мы Были В нем И Отец Говорит Во В Во Вселен Водит Да Поклонятся Ему Все Ангелы Божьи Вот Как Бог Поставил Высоко Человека Кто Ты Человек Что Бог Помнит Тебя Да И Сын Человеческий Что Выше Всего Поставил Тебя Когда Когда Мы Во Христе Так Он Водил Во Вселенную Первородно А Мы В Нем Входили Во Вселенную Так Бог Объявил Его Статус Небесный Чем Он Был Велик Новым Именем Что Сказал Иисус Я Дам Вам Свое Имя Новое Напишу На Вас Ну Что Из Этого Вы Поняли Какая Слава У Нас Даже Трудно Об Этому Говорить Даже Трудно Говорить О том Что Мы Сонаследники Чего Мы Сонаследники Какой Славы И Что Имел Ввиду Апостол Йоанн Когда Говорил Возлюбленные Возлюбленные Мы Теперь Уже Дети Божьи Но Еще Не Открылось Что Будем Вы Знаете Я Говорю А У У Здесь Дух Божий Так Клокочет Передать Не Могу Кажется Мой Дух Вы 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 А Я Б Рада Была Как И Вы На Небеса В Эту Славу Итак Еще Раз Возлюбленные Возлюбленные Это К Нам Мы Теперь Дети Божьи Но Еще Не Открылось Что Будем Знаем Только Что Когда Откроется Будем Подобны Ему Потому Что Увидим Его Как Он Есть Вот Что Нас Ожидает Какая Слава Во Христе Иисусе Вообразимо Я думаю Нет Мы Можем Своим Ну Маленьким Умом Великого Бога Представить Как Это Правда И на Своем Опыте Очень Маленьком Можем Представить Грандиозную Славу Небес Ну Хотя Б Хоть Так Представьте Кто Вы Что Вы К Чему Призваны Посильтесь Что Что Вообразить Это Нас Ожидает Но И Уже Есть Если Мы Это Осознаем И Насколько Мы Осознаем Настолько Мы Будем Здесь Этим Пользоваться Понимаете Я Вас Благословляю На Радость Радуйтесь Радуйтесь Мои Дорогие Славьте Бога Ибо Он Благ Ибо Во Век Милости Его Аминь Так что С Рождеством Вас Христовым Славься 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 Субтитры создавал DimaTorzok